В своих домах замерзают жители микрорайона Солнечный в Петропавловске. Всему виной центральное отопление, которое, по их словам, не доходит до микрорайона. Оплачивая немалые счета за теплоснажение, петропавловцы закупают уголь и дрова и запускают старые печи. На подходе зима, и они опасаются, как в этом году им придется переживать суровые северные морозы. С жителями микрорайона встретилась Наталья Волкова. Из 500 домов частного сектора к центральному отоплению подключились меньше сотни. В этом году их ряды пополнила и семья Марии Черемушкиной. Дорогое удовольствие комфорта дому не принесло. Теперь женщина рассчитывается с долгами, взятыми на подвод теплоснабжения, и не знает, как обогреть свое жилье. Я отдала 2 миллиона 150. Я не могу себе позволить купить уголь. Уголь сейчас тоже нынче дорого. И мне надо где-то брать хотя бы 5 тонн угля, чтобы протопиться. И еще машину дров, чтобы топить. Выходит, деньги я закопала в землю или как? Как выходит? Что делать? Теплотрассу в микрорайон Солнечный провели 15 лет назад. И с самого начала, по словам жителей, ее спроектировали, а затем и проложили с нарушениями. Регулярные аварии и порывы коммунальщики устраняют единовременным ремонтом. В то время как теплотрасса, по мнению жительницы микрорайона Лидии Бурма, требует масштабного исследования. Мы просим, чтобы была создана комиссия в составе отдела ЖКХ и отдела Севкосэнерго, чтобы специалисты пришли и полностью проверили нашу трассу. Потому что так не должно быть. Мы хотим, чтобы именно компетентная была команда, которая наладит нашу трассу. Чтобы мы могли спокойно жить. Люди просто мерзнут. Жители видят смысл и в установке насосной станции. В пресс-службе Акима Петропавловска заверили, что предложенные населением варианты рассмотрят только при официальном обращении в местный исполнительный орган. Если жители думают, что есть необходимость проверить полностью теплотрассу, то они могут письменно обратиться в городской Акимат. Будет создана комиссия, в составе которых будут специалисты ЖКХ и также теплосетей. И уже совместно выведут на место и уже будут совместно принимать решение в случае необходимости. И будут уже закладывать средства на ремонт на будущие годы. А пока температура в домах микрорайона Солнечный опускается до плюс 10 и ниже градусов. Комфортной для проживания ее сложно назвать. Некоторые жители, беспокоя из-за здоровья, ночуют у родственников. Наталья Волкова, Конышко, Сбеков, Петропауск, Хабар.